Я сейчас ожидаю такой разбор, вот, сейчас буду перебирать ещё. Ну, собственно, всё, я посылки все приняла, теперь 5 битков, набитый склад, как всегда, так что пускай люди приходят, сбирая свои посылки. Хочу немножко рассказать про свои обязанности на работе, потому что их не особо много, и в целом я не хочу сказать, что это прям работа очень сложная, на самом деле это одна из простых, с одной стороны, работ, на которых я была, а с другой стороны, эта работа требует всё равно определённых усилий. Первое, что я делаю, это отдаю посылки людям, которые за ними приходят, второе, что я делаю, это я их принимаю, я принимаю посылки от водителей, которые их привозят, обычно в мешках, сегодня мне привезли в мешках, но сразу же выпотрошили, ура, я сказала это слово. И вот эти все посылки, которые мне приезжают, я их распределяю на складе, то есть у нас система такая, что по буквам мы располагаем полки, и в эти полки складываем посылки, чтобы нам было удобнее, собственно, выдавать их. Также мы раз в две недели отправляем возвраты, то есть те посылки, которые, допустим, людям не понравились, по какой-то причине их вернули, мы их забираем обратно и в течение двух недель накапливаем их, и потом посылаем на склад. Ну, еще такая мелкая у нас обязанность, это пол потеряется, это понятно, это те коробки, которые нам оставляют клиенты, если вдруг эти коробки оставляют нам, мы их разрезаем, бумагу, которая тоже туда пихнута, мы складываем, еще вот это вот мы складываем и вам сдаем в макулатуру, то есть все коробки, которые у нас имеются, мы их не выбрасываем в обычную мусорку, мы их складываем в макулатуру. Собственно, этот картон с бумагами, который у нас есть, обычно мы складываем это в большие коробки, но поскольку у нас сейчас больших коробок нет, мы сейчас все это сматываем скотчем. Закончилась для меня такая своеобразная эпоха, я бы это уже так назвала, когда я работала в Азоне, напомню, что я отработала почти год, то есть я первый рабочий день был 3 сентября 2020, и я изначально устраивалась на работу в Азоне, чисто как альтернативу, то, что у нас тогда была дистанционка, и как бы деньги нужны всегда. В общем, я пошла по объявлению, нашла у нас несколько пунктов, открывала в то время в городе, и я пошла, собственно, работать. И, честно говоря, я не пожалела, что я пошла работать именно в Азоне, а не в какое-то другое место, по нескольким причинам. Во-первых, это большая мобильность, то есть я на работе, в принципе, могу делать все, что угодно, естественно, в рамках того, что я сижу в помещении, выдаю заказы. Каждое место работы может похвастаться вот этим всем. Во-вторых, это, в принципе, гибкий график, то есть у нас было стандартно 2 через 2, но, опять же, если какие-то происходили ситуации, мы могли поменяться со сменщицами, 3 через 1 можно было сделать, или 3 через 3, или там 6 через 6, это не важно, это самое главное, чтобы было удобно сменщице и вам. Это, ну, это случай, если вдруг вы собираетесь устраиваться на работу в Азоне. Самое главное ещё плюс, это, в принципе, работа несложная, то есть много ума не надо, конечно, выдавать посылки, принимать их, собирать возвраты. Опять же, это всё равно всё сугубо индивидуально, на каждой точке разная нагрузка, назовём это так, потому что я работала на нескольких точках с разной нагрузкой, и если, допустим, нагрузка на саму точку невысокая, то есть приезжает не так много посылок, которые потом можно выдавать, то, типа, вообще всё ок. Я так работала 10 месяцев почти. Если нагрузка повыше, то, соответственно, вставать вы будете больше. И из всего этого вытекает как раз-таки один большой минус, который я лично вижу. Это работа, эта вся работа в Азоне является рутинной для меня, по крайней мере. То есть за год почти, что я так от этого устала, то вроде нет, как бы всё нормально. То есть с людьми вроде общаешься, иногда там просто выдаёшь и забираешь, если что-то. То есть нету какого-то разнообразия на работе, в общем. Не знаю.